друзья всем привет выехал очередные покатушки его посмотрите как патрульная полиция припарковала водителя даже если он нарушил правила дорожного движения вот как вот это называется мне просто интересно нашу дтп или что камера не нравится так смотрите на лёгок на помине как говорится а шоу водитель так нарушил шоу вот от порта ну и водитель не остановился а за что вас остановили скажите пожалуйста ну первое за то что якобы я они со мной за мною от хадьковских дивизий ехали а я их только побачил вот здесь на светохоре это раз второе как говорится то что у меня нет техосмотра я инвалид второй группы а вы а что с техосмотром вы они как они определили что у вас нет техосмотра нет страховой полис страховка витсу а что он нарушил заехал заступление мы ехали его поняли уже два пары так заступление можно заезжать сами патрульные сказали патрульные сказали у меня есть видео доказательства того что патрульным можно нарушать патрульным не так как она выше в общательстве соблюдаю они соблюдают но они починить их нарушают правило дорожное движение на нашу правило нужно соблюдать за это есть ответственно за нарушение ваш машина как за машина катятся аккуратно такая что он конкретно на рульную стоп-линию вы вышел стоп-линию правильно естественно разглядывал исправу в ходе установленного разглядывал исправу конечно права на чьи это не время день конечно место где место и право засчитал все хорошо водителю разъяснили порядок ускоржения порядок оплаты не но это у вас нет это не интереса никому а вы ему рассказали что он может воспользоваться адвокатом а как воспользоваться вы ему рассказали объяснил конечно как я как вам объяснили воспользоваться реческой помощи ну как мне платил мне платил мне платил я вот так что было объяснено не все а 10 76 вы дали ему воспользоваться конечно да возможно я сказал у вас есть какие-то заборачивания я попрошу не буду видеть а он что знает об этом вопросе хочет скоростатись а будь яким его правом он сказал не хочу пидо оскоржувати в суд все человек так он может район мой в ему он может перенести вы тоже можете перенести хочет хоть переноси я если вы не признаете свою вину конечно не признаю то бишь и ну нет смысла 276 позволяет ситуация я еду но и в этот момент желтый все это и машина же не могу сразу раз остановить машину и машина где-то метр на полтора заехала заступ а видеодоказа показала вам нет конечно а видеодоказа вы показали а веншу а вы имя еще по поясню він вы ему написано знайомитесь материалами справи я ему я не запитал вы хотите вам щось потрібно вам щось поясните я не розумію я ему сказала что поясните вы мне задайте питание я вам все поясню все покажу я ничего не хочу від вас я не хочу спілкуватись я пиду оскоржувати всю я ему сказал всю питань нема розглянув справу зачитав право а он когда колы разглядывал справу он видео смотрел при вас так как вы могли разглянуть справу убедиться а может то то не он был если у него есть что помимо этого нарушение если я сейчас не разглядываю справу за те что он заехал за стопленью человек рухался рухался був зупиненый если у него есть какие-то питания по поводу стоплень яких у меня немає будь ласка воин на это звернует увагу и да за незаконную зупинку оскоржу его право зараз ну я относно него родилась справа за порушение ним 2 1 г за то что отсутствует страховый полис не мое право гляду яки не розвитись а че-то в руку не пропула подожди злова джеки ну и кипяток страховка причем но при том у нас страховой случай наступил причем страховой путь и перелоги обратимся закон о дорожном движении шестнадцати пункту пятому давали я в том-то дело что умный человек и не позволяя таким как вам каким как нам вот таким как вам привлекать водителя по беспределу а в правилах дорожного движения написано что пид час керуванья повинен мати при собі наступный документ так и не мое а че он не предъявил и не мое а че он не мое а че он не мое який повинен бути на вантажной а вы укртрансбезпека причем там укртрансбезпека я особа яка уповновожена контролювати заходы безпеки на что вы спливаетесь на нормы закона давайте по нормам закона ну какая статья какой пункт ну я ж вам по статье пункты напоминаю я что пояснил так вы знаете вы так быстро хоп 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 накидали все он виноват а я вам говорю что он не виноват давайте мы перенесем дело давайте перенесем дело если вы уверены то что вы перенесем дело ну конечно кто это напишет друзья вам еще раз объясняю никогда не нужно соглашаться с тем что водитель якобы где то нарушил потому что во первых посмотрите как припаркованные автомобили это раз якобы гнались где то там не могли его остановить данный полицейский данный полицейский меняет три нарушения правильно я так понимаю вы три нарушения меняете два стоп линия страховка вы какое дело имеете вообще сейчас посмотрите вы подошли человеку помочь и они должны отвечать на эти вопросы если у вас будут какие то обязательства мы проще сделаем смотрите я вам заговорю а вы передаете им спросите какие нарушения вы меняете какие нарушения вы меняете я вам только что объясню я забыл я забыл вы божаете перенести разгаз права божаю будь ласка пишите заявлюсь вам ручка не столько 4 пишите это не заява а клопотание клопотание я дорожню так шапки что не меняется ну вы же продиктуйте шапку как полагается что вы куда вы ушли кому кому он пишет это все у меня ролик уже с данными полицейским непосредственно с вот этим человеком есть уже я вам покажу как все происходит потому что первый батальон просто охеревший ну просто охеревший а что они хамили вам вообще ну они не хамили но они блять остановили говорится эмэти не остановился ну чуть ли блять знаешь как говорится а что вы на видео не снимали потому что нет у меня не было ну на вон кто у вас там спросите пожалуйста вот тут шапку начальное то есть а Алена Олеговна будет рассматривать дело нет ну это же пишет на управление он пишет вам клопотание он вас просит а не управление вы разницу хотя бы улавливаете он на вас пишет клопотание та большая резница так как вы захотите да а время время скажите пожалуйста время 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 на которое будем переносить мы сейчас с водителем согласуем когда ему удобно и все мы сейчас посмотрим когда у меня смены когда ему удобно если мы сойдемся с ним конечно мы с ним определимся время о о все вот это правильно с вашей стороны если человек перенести у меня 276 позволяет у меня у повязок с ним это согласовать я не могу на свой рост взятие признать не но это вам это вам плюс тут вам плюс большой потому что некоторые патрульные полицейские назначают нам когда ему раз удобно и второе ночь вот этот самый трех вы сейчас всех обобщаете не надо всех обобщать пожалуйста а можете представиться а то я как бы я тимчасовый конующий увязки командира взбуду двору Т-4 батальона 1 управление патрульной полиции парковской области лейтенант полиции Гречко Алексей Владимирович а можно побачить это посвечение конечно можно будь ласка а то я с вами ни разу не виделся просто не виделось Гречко Алексей Володимирович все спасибо да все правильно вот такой бланк должен быть это один бланк и мы еще напишем клопотание напишем конечно запомню я вы распишитесь потому что вы поведу мне про запрошение будет два экземпляра один у вас один у них конечно и чистый листик будьте так любезны да чистый листик будет же есть а да сначала клопотание пишите написано на протязи месяца сегодня у нас 17 число сегодня 17 вот от 17 числа считаем месяц до 17 сечня но следующего года вы там не нужны адвокат адвокат сам будет заниматься combination следую смысл семнадцать и першого 7 посох не буду уволить этого полицейского Но он грамотный, он немножечко понимает, как действительно все делается И вы услышали, на какие стати делал акцент Кстати, этому полицейскому я хочу сказать, поставить плюс Чем пахнет, а? Чем? Правильно, хуйнёй Потому что он грамотно к этому, ко всему подошел А подчиненные у него немножечко не образованы Поэтому вы услышали, что может быть он и работал там Поэтому я вам плюс в видео поставил И давайте все вместе И теперь нужно человеку найти адвоката, он придет Я хочу вам поведомление Вы не отремяете поведомление И что будем далее работать? Так что, потребен адвокат Приходите с адвокатом И все, оно все разношит Куда мне нужно будет предписывать? А он сейчас даст поведомление Там будет адрес, время указано С временем сейчас нужно просто будет согласовать Все, приходите, как бы адвокат подготовленный И они будут подготовлены Если, ну, в нашей практике У вас есть такой адвокат? А у нас есть адвокат, но мы же не навязываем всем Вот у нас есть адвокат Хорошо, подождите Зачем же мне где-то кого-то искать? Терять время, блин, все это Не, ну я же не могу вам подъезжать и навязывать Вот у меня есть адвокат, давайте мы вам поможем Понимаете? Мы же не можем такого Вот так как-то происходит, чтобы вы не сказали, что мы навязываем своих адвокатов Нет, мы своих адвокатов не навязываем Мы объясняем, что если у вас нет такой возможности Наши адвокаты могут к этому присоединиться Так что как-то так Сейчас мы с человеком все обсудим И мы включимся, когда будет уже вручаться поведомление Так, дейм, Владимир Васильевич Заповнив план поведомления на ваше имя Как с вами ранее обсудили Для розгляду, члены вам административного правопорушения Будем встановлювать его действие Все там по порядку Вам необходимо з'явить 17.01.2023 О 15.00.00 М. Харьков, улица Шевченко, 26 Комната 816, пишу Потому что нужно заповнить Это областное, да? Да, там где на Шевченко Раньше было областное ГАИ 26 До меня Грачка Алексей Владимирович, свою дону я написал Так, смотрите Нужно связь как-то поддержать Конечно, давайте я телефон Хочу, я запишу ваш телефон Ну конечно, вы его запишите Конечно, ну естественно 0.50 Друзья, еще раз вам объясняю Вот банальный пример полицейского Даже не мусора, тут у меня язык не повернется сказать Который сделал, вот именно сделал Так как полагается Прирозят эти справы Да, были в начале какие-то нюансы Давайте готовы Возьмите Если что-то будет Что-то поменяется Прошу меня заранее Поведомиться Чернояло 17 числа в 15.00 Единственное, что я могу, как говорится Я сидит, я инвалидторой группы У вас же будет полноважена особа У вас адвокат будет, поэтому Напишите долучение И мы, какое место у вас прийдет Ну а так, абсолютно ничего не это самое Выклонны и все ваши процессуальные обувисти Замять вас Все, питание есть До побочи Вам плюс поставили Спасибо Вот так должно пройти Подготовчивое проведение до розыду справы На месте А уже остальное Уже будет происходить непосредственно Так как у нас сейчас война в Украине Не все УПП у нас работают Либо, смотрите Либо можно по месту жительства Это будет райотдел Именно в райотделе будет все происходить Либо по месту дислокации Патрульная полиция Это их управление На данный момент я Наверное вовремя подъехал Там, а быть так, да Вовремя первое подъехал И второе, что Полицейский оказался полицейским Но это не точно Кстати, ему большое уважение За то, что он не начал бычку включать Это он перед камерой не стал А боковал так, что не дай богу Да? Я могу ошибаться Вот человек говорит Но они вам не давали Такую возможность, как сейчас дали? Нет, конечно Вот, ну видите Перед камерой, естественно Тем более, я так понимаю, что уже крестник там есть Поэтому... А крестник это кто? Ну тот, который уже общался с вами А, ну и может быть Ну как бы они догадываются, кто я Ну я же так понимаю, что это высокий блок Конечно Уже есть с ним ролик И он выйдет скоро Тоже хотели развести на то, что человек Не включил свет при тумане Ролик, кстати, будет ссылка в описании Поэтому вам нужно будет туда перейти Так что, друзья В общем, остановился Помог человеку максимально, как только могу Ваше мнение по поводу патрульной полиции? Ну, первое впечатление Когда они меня остановили Ну это хам Это хам и фауна Хам и фауна То бишь, уважения они особого не заслуживают? Абсолютно, абсолютно Никакого неуважения, ничего Ну это, ну Понимаете, как говорится У меня даже слов нету таких, чтобы Ну можно как-то было чисто так Это нейтральный характеризовать Я понял Все, в общем, друзья Я надеюсь, что следующий ролик Будет у нас уже в управлении Поэтому мы погнали дальше Помогать людям Все, всем удачи